Я купила свое платье за 106 евро. Зачем ехать в 9 утра в ЗАГС? Всем привет, меня зовут Настя. И пока мы не начали, подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень приятно. Сегодня я хочу сделать свадебный видос через год, почти через год после свадьбы. И рассказать вам про самые распространенные ошибки и мифы, которые совершают невесты. Потому что не имеют достаточной информации. Это вообще большой минус. Единственный источник, где мы можем взять хоть что-то, хоть какую-то информацию об этом, это какие-то свадебные агентства, которые якобы хотят нам помочь, но нихрена нам не помогают, а просто зарабатывают на нас деньги. В общем, я надеюсь, что это видео будет вам полезным. Начнем. Первая самая распространенная ошибка — это дорогое свадебное платье. Это, конечно, очень сложно назвать ошибкой, потому что каждый выбирает по мере своей возможности и так далее. Я купила свое платье за 106 евро. Если вы, кстати, его не видели, вы можете посмотреть мое прошлое видео. И да, я купила его не в свадебном салоне. Мне, кстати, писали в комментариях к прошлому видео, что «Боже, как ты купила свадебное платье не в свадебном салоне? Оно же выглядит отвратительно! Нужно обязательно белое с фатой и вот такое вот пышное». Нет, на самом деле, это все фигня, это мнение каждого и личное мнение каждого. Я не хотела такое платье, но это я вам как бы... Это не совет. Если вы приходите в салон и думаете о том, что сейчас я куплю себе свадебное платье за 200 тысяч рублей, но потом обязательно его продам, расслабьтесь. Такого не будет. Но, во-первых, вам будет жалко продать свои воспоминания. И второе, вам естественно, естественно, будет тяжело его продать, потому что это платье БУ. Есть такое мнение среди невест, всякие какие-то стереотипы о том, что покупать БУ платье это не очень клево, потому что, ну, во-первых, оно уже поношено, вряд ли кому-то это понравится. И второе, это то, что оно хранит на себе какую-то энергию прошлого человека, и поэтому зачем вам перенимать, так сказать, ошибки их на себя. И, в общем, короче, продать БУ платье это сложно. Чаще всего такие покупки дорогих платьев заканчиваются тем, что вы выйдете на это торжество, повесьте его в шкаф, как, кстати, висит и мое платье, и все. И вы будете каждый раз вспоминать, что вы купили это платье за 200 тысяч, потратили все свои деньги, и все. Решать, конечно, вам, но мой совет, берите то, что нравится, по мере своих возможностей и по мере своих доходов. Второе, это прическа и макияж. Я сказала в прошлом видео, что делала прическу и макияж сама, потому что я бьюти-блогер, и, естественно, я должна делать это сама, потому что, ну, блин, а чему тогда я вас учу? Что логично. В комментариях мне посыпались такие ответы, что, как так, ты же не можешь нормально себя накрасить, невеста постоянно нервничает с утра и так далее. В общем, очень-очень много ненужных слов, которые абсолютно ко мне не относились. Я не нервничала с утра, я не пила с утра, и все абсолютно проходило нормально. Я спокойно встала, спокойно помылась, спокойно взяла свою косметичку и начала красться, завивать волосы и так далее. И все получилось абсолютно нормально. Ну, наверное, потому что у нас ЗАГС был в 4 часа дня, и я абсолютно не жалею, что это так было. И я не говорю всем, что нужно делать обязательно макияж и прическу самим, но если у вас прямые руки, если вы хотите немножечко, чуточку сэкономить, если вы уверены в себе, то почему бы нет? Почему бы не сделать прическу и макияж самостоятельно так, как нравится вам? Я просто представляю, если бы мне испортили лицо, в плане того, что сделали не так, как я хотела бы, ооо, я бы тогда, наверное, все бы там разнесла и не пошла бы на собственную свадьбу, не поехала бы в ЗАГС. Именно поэтому все согласились с моими решениями. Но я просто хотела вам сказать о том, что если у вас не получается финансово, или вы не можете найти такого человека, который бы понимал вас 100%, или вы 100% уверены в себе, то дерзайте. Это ничего не изменится, и никто, поверьте, абсолютно никто не заметит. Отвечаю. Третье. Это выбор площадок. Ооо, выбор площадки, это вообще моя самая любимая. Я сказала, что мы делаем бюджетную свадьбу в своем прошлом видео, но мне все начали писать, ты же делала свадьбу в Москва-Сити, как так? Да, мы делали свадьбу в Москва-Сити, потому что у нас не было выбора. Нам предложили, мы согласились, и это было, кстати, не очень дорого. Мне очень понравилось оно в отеле. Это было вообще недорого. Ну, относительно недорого. Но при этом я не имею ничего против лофтов и каких-то шатров. Считаю, что это тоже очень-очень крутая идея, особенно летом. И поэтому я немножечко-немножечко жалела о том, что мы не сделали свадьбу в лофте. Но задумайтесь над этим. Это реально прикольно. Это лучше, чем в банкетных залах. Мне так кажется. Четвертый миф, который меня бесит, это о том, что в ЗАГС нужно обязательно ехать с утра. Нифига подобного! В ЗАГС можно ехать днем. Мы ездили в ЗАГС 4 часа дня, и нас все вообще устроило. Это ж клево. Проснуться с утра довольными, спокойно накраситься, спокойно встретиться, приехать, одеться, отправиться в ЗАГС, потом приехать в ресторан и танцевать до упаду. Зачем ехать в 9 утра в ЗАГС? Следующий факт. Это о том, что фотосессию Love Story нужно делать обязательно в день свадьбы. Не советую вообще ни под каким прилогом. Серьезно. Ну, представьте, вы с утра встали, вас быстро накрасили, вы встали в 6 утра, допустим. Вы поехали в ЗАГС, расписались, потом поехали на фотосессию, потом там все ваши друзья, вы, короче, все ездите туда-сюда по Москве, там, или по тому городу, где вы живете. Это все пробки, это все нервы, вы голодные, потом приезжаете в ресторан, садитесь вот так тут за стол, слушаете все тосты и абсолютно недовольны всем тем, что происходит. Я советую делать Love Story в отдельное время в студии, чтобы это было красиво, расслаблено, и вы были максимально посвящены друг другу. Не заказывайте фотосессии в этот же день. Я понимаю, что время фотографа, которое вы оплатили, нужно использовать по максимуму. Максимум, что вы можете сделать, это немного-немного пофотографироваться в отеле, если это, конечно, позволяет, и тогда это будет прикольно. Вы будете очень уставшими, серьезно. И если вы не хотите вымытать себя лишний раз, то не советую я делать Love Story в этот же день после ЗАГСа. Или многие делают, думают, что они успеют до ЗАГСа. Нихрена подобного, не успеете вы до ЗАГСа, потому что в Москве лично постоянный проб. В общем, это были все мои советы. На самом деле их еще очень-очень много, просто это то, что я вспомнила и попыталась собрать в одно видео, чтобы оно было максимально информативным и быстрым. Если есть какие-то вопросы, пишите мне в комментариях, я обязательно на них отвечу, либо сниму еще одно видео. И если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok